Крайне антипедагогическую уголовщину записали камеры видеонаблюдения на автозаправочной станции в Екатеринбурге, где некто обронил кошелек, а другой некто его прикарманил. Папа в коротких штанишках. Вообще-то пришел сюда с дочкой, явно детсадовского возраста, для того, чтобы за деньги купить бензин, а вовсе не чтобы похитить чужую собственность. Но так уж вышло, что девочка разом получила два урока, оба плохие. Во-первых, нельзя заправлять бензин в пластиковую тару, но папе можно. Во-вторых, брать чужое нельзя, но папе можно. На АЗС по улице Блюхера они пришли пешком. То ли за углом у них машина сушила бак, то ли какую-нибудь газонокосилку дома заправить надо. Ребенок еще в том счастливом возрасте, когда радости вокруг хватает и без гаджетов, поэтому пока папа втыкал в телефон, она разглядела лежащий на земле бумажник и отдала добычу папе. Папа проверил содержимое. Там было несколько тысяч рублей, что для потерявшего наверняка не критично, а вот документы на машину и водительские права – это, согласитесь, довольно длительная и сильная головная боль, а также потеря способности передвигаться. Взрослый дядя не мог этого не понимать. Хотя, может быть, и мог. Ведь хватало же ему ума оставить свою кроху один на один с заправочным пистолетом и канистрой чуть ли не больше ее ростом. Ну, заодно и дал урок на всю жизнь дочери. Что нашла, то твое. Хотя Гражданский кодекс считает не возвращение потерявшему его собственность хищением, а кодекс уголовный и карает за это, как за кражу. Но карать пока некого. Хотя случилось это еще в июле. Поэтому полиция просит тех, кто узнал этого, типа, звонить по номеру на кинескопе можно конфиденциально. Ну, а этому Косте сопрекину. Предлагают для наиболее мягкого решения вопроса таки добровольно явиться в отдел полиции, например, номер 3 по адресу Уральская, 70А.